Они погибли с оружием в руках, защищая Родину. Просто многих из них до сих пор еще не нашли. А тех, кого нашли, нашли безымянными. Статистика неумолима. На 100 найденных солдат только 2-3 подписные вещи или медальона. Также погиб Сергей Голованов. Его останки волонтеры нашли в Ленинградской области. На фронт Сергей Григорьевич уходил из села Ануйская ферма Солоняшинского района в 41-м году. А в 42-м уже пропал без вести. Дома тогда остались 4-летний сын и супруга. Рядом с ними в поселке Хануйский красноармейцы и предадут земле. Знали, что погиб, пропал без вести. Но никогда не было мыслей искать. Думали, ну где-то пропал, где под Ленинградом пропал. Это нам было все известно. Никогда не искали. И то, что через 77 лет нам доведется вот так принимать останки нашего близкого человека, это вообще для нас было такой шокирующей новостью. Он был поднят весной в мае в болоте, в том месте, где насмерть с 41-го по 44-й год стояли солдаты 272-й и 368-й стрелковых дивизий, в том числе дивизий, которые были сформированы на Алтае. Иван Кипреев ушел воевать 20-летним парнем из села Акутиха. С 43-го считался пропавшим без вести. Его останки обнаружили в Вологодской области. Родственники и не надеялись, что когда-нибудь встретятся с ним, но теперь им хотя бы будет куда приходить, вспомнить и помолчать. Готовится к похоронам. С Орцом и с дедом рядом в Акутихе. Сегодня увезем и похороним, там уже готовятся. Григория Дубовецкого нашли в республике Карелия. На фронт он ушел в 41-м году. Похоронят его в Новоалтайске. Вместе с останками подняли личные вещи красноармейца. Кружку, каску, ложку. Эти предметы отдали семье. Родственники Григория Марковича встретились только благодаря тому, что волонтеры нашли останки солдата. Нас нашли. Сначала нашли бабушку, а потом бабушка сказала, что мы маленькие, оставались у нашего отца трое детей. И нашли нас. Ежегодно по всей стране поднимают останки тысяч солдат. Но вернуться домой удается единицам. И сегодня троих наших земляков проводили в последний путь. Дорида Миллер, Андрей Печоркин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова